Как раз сейчас, буквально в эти самые минуты, открывается фестиваль дальневосточных театров. И директор фестиваля нашел минутку, чтобы зайти к нам в студию. Все ради вас, уважаемые зрители. Константин Кучикин, художественный руководитель Хабаровского краевого театра юного зрителя. Здравствуйте. Константин Николаевич, ну вот фестиваль, он уже не первый, насколько я понимаю. В этот раз, чем он отличается от предыдущих? Наверняка и наличием зрителей, да? Потому что в прошлые годы были коронавирусные ограничения. Да, 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 там были ограничения, но он чем отличается? Он отличается качеством. Вы знаете, это прям, я не скажу, что это было для нас неожиданно, это была цель вообще этого форума. Это вот как бы рост, развитие театров, да, чтобы они стали интересными, яркими. И вот первый фестиваль, он, конечно, был, ну, мы сказали, что он интересный был, но он был по творческим достижениям был очень-очень скромный, ну, скромный. Вот. Но когда прошло полтора года, и мы собрались второй раз на второй фестиваль, и тут для меня самого была неожиданность. Это буквально, ну, я скажу, наверное, 70% ярких, интересных спектаклей. И вот на этот фестиваль мы собрали уже практически все сильные спектакли. То есть, представляете, какой толчок был задан первым фестивалем, да? И вот это наше сообщество, дальневосточное театральное сообщество, стало стыдно, что вот как я хуже других выгляжу. То есть, там сработал ночь. То есть, такой мне просьба к режиссерам. Давайте посмотрим фотографии спектакля. Я, честно скажу, собирался там отобрать несколько фотографий, потратил около часа и выбрал только маленькую часть. Потому что там такое разнообразие таких интересных спектаклей. И название «Атилла», «Корейнин», «Корея-03», «Зулейха» открывает глаза, «Васса Железного», «Мой друг уехал в Магадан». И театры там ниренгринские, якутские. То есть, на самом деле, дальневосточные театральные деятели – это такое разнообразие. Конечно, конечно. Я вот без преувеличения скажу, что этот фестиваль сейчас в России по рейтингам один из самых сильных, один из самых интересных. Критики стремятся сюда приехать. К нам приезжают. Мы специально договариваемся с критиками, которые приезжают на фестиваль. Но есть несколько критиков, которые приезжают за свой счет, за счет других фестивалей, чтобы посмотреть, что есть интересное на Дальнем Востоке. Дальний Восток динамичный и очень интересный. Мне даже показалось, я с огромным уважением отношусь к столичной театральной школе, но мне кажется, там это несколько стало все уже выхолощено, и погоня за какой-то толерантностью, модностью. Мне кажется, в дальневосточных театрах гораздо все более искренней. Ну, конечно, конечно. Конечно, мы другие. Конечно, мы другие. Когда мы приезжаем в Москву, и, конечно, нас ценят именно за то, что у нас какая-то другая искренность, у нас другие интересы, у нас нет съемочных дней, у нас нет актеров желания бежать на съемку, отстояв репетицию. У него мысли, у него мысли в спектакле, у него мысли в зрителей, он работает честно. Мы сказали, что есть коллективы из Мериум, а вы за эфиром сказали, что пять только якутских театров. Пять якутских театров. А какова география в Курске? А можно посмотреть? Васса Железнова, по-моему, якутская, да? Нет, якутская Васса Железнова, но самый дальний театр – это город Мирный, это 3000 километров. Представляете, это рядом с Красноярском. Представляете, что такое привезти театр? А Мирный что привез? Мирный привез у нас... Я просто смотрю у вас афишек, которые просто... Спектакль «Озор» – очень интересный спектакль. Он был на многих фестивалях. Он уже объездил, наверное, 3 или 4 фестиваля. Это очень мы ждем его с нетерпением. Это очень интересный спектакль. А можно вот еще название модное сейчас на слуху? Зулейха открывает глаза. Давайте фотографию посмотрим. Вот вы не побоялись такую скандальную постановку взять? А там ничего такого скандального нет. Ну как там? Это просто проверенный спектакль. Он тоже был на нескольких фестивалях в России. Нет, там ничего такого не увидел скандального. Просто это хороший спектакль. Потом, если говорить о режиссуре, то смотрите, какой эффект сработал. Режиссура, которая раньше работала только в европейской части России, вдруг переместилась сюда. То есть какие имена? Это Сергей Левицкий, это Акриш. То есть Сергей Потапов. Ну я могу еще перечислять. То есть режиссеры с российским, с федеральным именем, значением, с федеральным. И есть режиссеры с мировым. Я правильно понимаю, что сейчас театром с таким всероссийским именем есть чем поучиться уже здесь, на востоке страны? Ну я бы так не ставил вопрос, что надо кому-то у кого-то учиться. Каждый развивается так, как он может. Вот Дальний Восток, благодаря этому фестивалю, благодаря вот такому, что ли, этому огромному съезду и общению, он стал прямо развиваться. Вы знаете, я когда переписывал название, просто глоток свежего воздуха, рассказ заблудившегося мальчика, собачье сердце, пять вечеров, Ричард Третий, мой друг, и уехал в Магадан, даже название. Что-то такое свежее. Ну да, очень любопытно. А сколько всего спектаклей? Потому что я смотрю, у вас лежит афиша. 15, да, вот афиша, она даже не вмещается формат А4. А4, да. Да. А билеты еще можно? 15 спектаклей, да, билеты, по-моему, еще можно купить. Вот. У меня просто много забот, я занимаюсь другими делами. Я прекрасно понимаю. Вы представляете, можно, я отвлекусь, это нужно было в Хабаровск привезти 400 тонн груза. Огромное количество. Да, театр едет по полной выкладке, театр едет, везет декорацию. Это вот 400 тонн груза, и участников около 400 человек, и гостей фестиваля мы принимаем. Там краевые власти какое-нибудь содействие оказали? Конечно, конечно, конечно. Министерство культуры Хабаровского края оказало очень большую поддержку. Все театры откликнулись. И с пониманием относятся к тому, что вот как сложно иногда бывает театр адаптировать на другой площадке, и как трудно там груз поднять. Там все помогает, есть определенная помощь. Вы знаете, в последнее время часто обсуждали туристический бренд Хабаровского края. Ну, туризм – одно из основных направлений стратегии развития региона. И говорили о том, что, возможно, брендом Хабаровска, это, кстати, нам советовали прежде, сделать то, что это самый культурный город востока страны. В том числе музеи, театры. Мы привыкли к тому, что это у нас есть, а вот за исключением Москвы и Петербурга, в принципе, мало где в стране можно такое количество культурных учреждений. Ну, я с вами согласен, да. Мне кажется, и потом это все интересно развивается. Я говорю, что когда мы приезжаем в Москву, вот Хабаровский китюз приезжает в Москву, на нас билетов, то есть после первой выезда было опасение, кто у нас будет смотреть, кому мы тут нужны, а сейчас на нас билеты разлетаются буквально. Но вот вы сказали, что театры едут по полной выкладке. То есть это не какой-то урезанный состав второй, третий или там ограниченное количество декораций. Это вот просто полностью спектакль. Это полный свет, полный, как он идет на площадке. А в этом же смысл, чтобы дать качество, да, и чтобы получить оценку определенную. То есть театру выгодно, и нам выгодно представить театр таким, каков он есть на сегодняшний день. Со всеми его плюсами. Минусы мы можем там как-то помочь театру заштриховать. А вот то, что это, конечно, поэтому это громадная работа, которую проводит Оргкомитет фестиваля. У вас есть свои любимчики среди восточных театров? Ну, кроме своего, конечно. Да я не знаю, у нас со всеми прекрасные отношения. Вы знаете, я давно работаю на Дальнем Востоке, и многие руководители давно работают. Но мы как-то не знали друг друга. Мы не общались, мы не переписывались, и даже в лицо не знали. А сейчас мы друзья. Мы просто друзья. Мы сейчас можем позвонить, поговорить, чем-то поделиться. То есть это тоже приятная вещь такая. Это важная вещь в профессиональном общении. Вот вы сказали, что приезжают еще и критики. Понятное дело, что некоторые заслощат. Насколько я понимаю, то есть вот те спектакли, которые будут даны на площадке, они потом могут пойти в зачет тот же «Золотой маски» или каких-то других? Конечно, конечно. Я думаю, что три спектакля, три или четыре спектакля фестиваля рассматриваются на «Золотую маску». А можно сказать? Я не могу эту информацию. Закрытая информация. Да, да, да. Ну, даже я думаю, вы не знаете, как некоторые критики, наверное, выглядят, потому что они скрываются, да, или просто... Нет, нет, нет. Критики открыто приезжают, эксперты «Золотой маски» приезжают открыто, они сообщают, что эксперты «Золотой маски», просто они не... Они на тему качества спектакля с нами не общаются. Вот и все. А так мы спокойно можем разговаривать на любые темы. Они могут о фестивале поговорить, они могут помочь нам, подвести какие-то итоги. Их взгляд на фестиваль тоже важен. Это чем больше взгляда на фестиваль, чем больше разных мнений, тем продуктивнее для нас. Тем это, как бы, является поводом для размышления, как сделать это лучше и куда двигаться дальше. Ну, в современном театре, насколько я знаю, со стороны постоянно идет борьба авангарда и традиционного театра. Ну, тюз, он больше авангард, да? Нет. Экспериментальные постановки важны. Нет, 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 я не согласен. Это не совсем авангард, это просто живой театр, попытка быть живым театром и все. Это попытка поиска своего языка, это попытка научиться разговаривать с теми, кто приходит в зал и быть для них интересными. И быть, ну, и задеть, задеть, затронуть что-то такое. А как вы относитесь к эпатажам на сцене? Да никак. Эпатаж ради эпатажа меня никак не молнует. Если вы смотрели какие-то наши спектакли, мои, у нас очень мало эпатажа. У нас просто... У вас мало эпатажа? Мало, конечно. Да, но... Ты просто эпатажа не видел. Да мы просто не видели эпатажа, конечно. Нет, у нас просто коллектив, мне кажется, у нас внутри коллектива есть какие-то интересные вещи, которые происходят сами по себе. То есть она независима ни от меня, ни от актеров, а, в общем-то, от всех зависит. То есть там есть какая-то такая интересная внутренняя жизнь, которую интересно рассматривать даже вне контекста спектакля. Просто мне кажется, иногда публике интересно за нами следить во время спектакля, за нами как за людьми. И это очень важная вещь. Вот это и есть авангард. Давайте еще раз напомним, что можно посмотреть. Я попрошу показать еще раз фотографии. Я перечислю только некоторые. Атилла, Каренин, Корея-03, Зулейха открывает глаза, Васса Железнова, Лес, Мой друг уехал в Магадан, Молодость, Гёте, Пять вечеров, Ричард Третий, Собачье сердце, рассказ заблудившегося мальчика. В общем, есть что выбрать, можно найти на официальном сайте. То есть еще можно попасть на спектакль фестиваля, да? Да, да. И вот гость фестиваля, мы сегодня открыли фестиваль, и это один из самых интереснейших спектаклей. Это один из самых интересных режиссеров России. Это спектакль Юрия Бутусова «Сын российский академический молодежный театр». Сын? Да, сын. Я рад, что мы... Не угадал я, именно эта фотография не взялся. Я рад, что мы привезли этот спектакль. Этот спектакль пользуется в Москве большим спросом на него, невозможно купить билеты. И этот спектакль приехал к нам. Да, это было сложно. И он идет по полной выкладке. Там каждый прибор, каждый проводок так, как в Москве. И мы это сделали. Вот потрясающая возможность не ехать ни в Москву, ни в Нерюнгре, а все увидеть именно здесь, в Хабаровске, на наших подмостах. Да, мне кажется, что для Дальнего Востока, по крайней мере, это какой-то беспрецедентный праздник, форум, как хотите назовем. Полностью согласен, особенно в наше тяжелое время. Да. У нас в гостях был Константин Кучикин, директор Дальневосточного фестиваля, простите, Дальневосточных театров в Хабаровске, который открылся сегодня. У вас еще есть возможность купить билеты, а также художественный руководитель Хабаровского краевого театра районного зрителя, который лично я считаю лучшим театром на Дальнем Востоке. Спасибо.